Продолжение следует... А значит, и решаться вопросы с их расселением будут по-разному. Но при этом в приоритете адресный индивидуальный подход к каждой семье. На встрече депутата Государственной Думы Александра Хинштейна с жителями прозвучал ряд мнений, и горожане задавали интересующие их вопросы. Скажите, пожалуйста, почему нельзя станцию перенести с Балтионовской на площадь Куйбышев? Представители областного министерства строительства разъяснили жителям, что возведение подземных инженерных сооружений – процесс технически сложный, сопряженный с массой градостроительных ограничений. Ведь речь идет не только о самой станции, но и о ведущем к ней тоннеле. И в рамках существующей самарской застройки выбор тяной маршрут, который соответствовал бы всем градостроительным нормам, не затрагивая памятников истории, культуры и жилые дома, не представляется возможным. Есть работы не менее важные, чем непосредственно возведение станции. Учтены технические условия для выноса инженерных коммуникаций. Это касается сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линий и кабелей связи, газовой магистрали. Расселение из зоны метростроя – еще один аспект. Согласно федеральному закону, метр жилья оценивается по средней рыночной стоимости, которая на сегодняшний день составляет 70 тысяч рублей. Но некоторым жителям принадлежит всего 10-12 квадратных метров. Купить квартиру на полученную компенсацию в таком случае они не могут. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил сделать так, чтобы собственникам жилья, если оно единственное, оплачивать площадь из расчета не менее 33 квадратных метров. Площадь больше 33 метров – такой же подход. Минимальная оплата – 70 тысяч по фактической площади живой. В случае, если оценка больше 70 тысяч – по оценке. Если житель не согласен с той оценкой, которая выше 70 тысяч, но его не устраивает, он оспаривает ее в суде. Некоторые жители уже получили компенсацию за жилье и недовольны суммой. В случае, если областное правительство поддержит предложенную Александром Хинштейном схему, меры будут распространяться и на них. Три месяца с момента того, как дали нам на руки постановление. Вот сейчас будет обсуждаться хорошее предложение, которое были сейчас здесь озвучены. Не получится ли так, что пройдет три месяца и нас выселят по закону? Нет. Я вам это говорю со всей ответственностью. Выработанные совместно с Минструем и мэрией предложения вынесены на обсуждение с губернатором. Концептуально они поддержаны, сообщил Александр Хинштейн сегодня в своем телеграм-канале. И выразил надежду на то, что будут оформлены в виде регионального закона. Эти предложения решают проблемы абсолютного большинства, а прежде всего жителей аварийных и ветхих домов, коммуналок. Ситуация с расселением находится на контроле главы Самары Елены Лапушкиной и главы Ленинского района Елены Бондаренко. В районной администрации со всеми желающими с 5 сентября работает юрист. Помощь оказывается бесплатна. Житель каждого дома, подлежащего расселению, на учете. Спасибо администрации города, спасибо администрации Ленинского района, непосредственно вашей главе Елене Бондаренко и Елене Лапушкину. Спасибо вам прекрасно, без иронии говорю Елену, за то, что они на стороне людей. Хотя ни Бондаренко, ни Лапушкина в этом формальном процессе участия не принимают. Это решение правительства области, это работа Минстроя. Но город, городские и районные власти, и это очень хорошо, не могут жить в отрыве от людей, не могут вас бросить. И я вас не могу бросить, как ваш депутат. Жителям также напомнили, что переселение из домов, оказавшихся в зоне строительства метро, необходимость, связанная с обеспечением безопасности и комфорта, соблюдением санитарных, вибрационных и акустических норм. Виктория Шарая, Константин Головин. События.